здравствуйте всем доброго вечера уже меня зовут надежда я куратор отдела сопровождения сети стоматологии демократ занимаемся ведением клиники до полного открытия то есть от поиска помещения и так далее то открытие даже в процессе работы о чем хотелось бы сегодня переговорить с вами на прямом эфире это вывесках о том как бы не допустить ошибок при желании выделиться быть ярче других конкурентов или рядом существующих организаций что хотелось бы но давайте начнем с того что для себя определим а для чего вообще мы чаще всего используем вывески ну вот так вот если подумать то чаще всего это разумеется заявить о себе то есть об организации которые находятся в данном помещении например либо как информационное что-то там вроде режима работы там название пр и либо у либо это может быть но в общем чаще всего нам хочется выделиться привлечь внимание чтобы на нас обратили внимание чтобы к нам обращались как можно чаще ну и добавить как бы рентабельности себе давайте разберем какие виды вывесок у нас существует вообще как бы вывески делятся на два вида это как раз такие информационные где мы отражаем режимы работы там кто у нас может работать может быть там акции какие-то у нас проводятся чаще всего это либо таблички такие небольшие навесные типы режима работы до режим ники либо это раскладушки такие бывают выставляют где-нибудь недалеко от организации там на проходных перекрестках что-то такое либо это баннеры какие-то треноги но в общем все передвижное скажем так также у нас существует рекламные вывески это как правило то что мы крепим на стены это большие объемные световые буквы и логотипы название бренда название компании это все что крепится на стену надежно чтобы не было там повреждено при каких-то там форс-мажорных погодных там условиях что-то такое вот ну и чаще всего мы как раз таки используем и по большей части говорить сейчас будем именно таких рекламных вывесках всем привет то давайте сначала разберем какие этапы бывают но не бывают а какие этапы мы будем проходить при согласовании вывески ну от задумки скажем так до воплощения в жизнь но во-первых мы с вами определяемся с макетом да то есть что мы себе хотим как мы себе это представляем что мы хотим видеть далее мы обращаемся скорее всего в интернет либо по советам знакомых мы обращаемся в какое-то рекламное агентство рекламную компанию которая поможет нам воплотить все наши мечты в жизнь следовательно там нам отрисуют макет который мы представили себе в голове в идеале если данная компания возьмет на себя согласование макета который они отрисовали далее когда мы получаем согласование из органов архитектуры и градостроительства мы переходим разумеется к изготовлению вывески и заканчивается все дело монтажом и красивым видом нашего фасада теперь хочу рассказать обо всех этапах более подробно но давайте начнем с поиска компании с чего мы начнем разумеется мы либо поспрашиваем знакомых какие-то рекомендации либо мы обратимся в интернет где найдем на гуглим определенное количество компаний начнем их мониторить проверять какая лучше которая больше соответствует нашим требованиям нашим желаниям то есть мы обязательно должны изучить отзывы оценки на разных сайтах мы должны обратить внимание что компания должна быть лицензирована потому что ну и желательно чтобы она брала вот именно процесс согласования на себя это очень важно потому что если вы хотите сделать это самостоятельно если вы решите сделать это самостоятельно это займет как правило это занимает больше времени как минимум в два раза и ну важно чтобы наверное лучше переплатить чуть-чуть там как правило стоимость согласования не так велика по соотношению к стоимости изготовления самой вывески и я думаю будет приятно не ну опустить эти заботы положить их на плечи другой компании ответственной которые более лучше разбирается в данном вопросе которые уже там налажены коммуникации со всеми нужными органами и инстанциями чтобы обезопасить себя и меньше проблем иметь разумеется что снимаете что да ребят я вас очень прошу смотрите видео поставьте лайк комментарий напишите поставь колокольчик сделай репост этому видео мы так старались записывать все эти видео спасибо большое хорошего просмотра так разумеется что мы познакомившись с представителем данной компании рассказываю что вот мы такая компания мы хотели бы заявить о себе вот наше помещение вот наше здание вот наш фасад фотографии либо там будет выезд сотрудника к вам на территорию будут сняты замеры все вы расскажете как вы себе это представляете если у вас уже есть свой бренд замечательно вы там можете передать свой бренд-бук и сказать вот у меня вот там такие-то нужны цвета такие-то формы такое-то название то есть вот так вот так вот все должно быть либо если у вас бренда нет и вы только-только что-то там свое придумываете пофантазировать вместе вам обязательно помогут подскажут что-то проконсультируют как это лучше будет смотреться например далее но в течение какого-то времени как правило это занимает не так много времени буквально в течение двух-трех дней первичный макет будет готов которую вы далее будете дорабатывать по вашему желанию либо он может быть сразу вас устроит далее после этого вы переходите к заключению договора заключение договора обязательно обращайте внимание на все возможные форс-мажоры на то чтобы компания брала на себя ответственность за возможное не согласование в архитектуре данного макета чтобы вам отрисовка его заново там не стоило дополнительных денег и дополнительных средств и трат обращайте внимание что из форс-мажоров чаще всего используется только ну погодные условия какие-то критические там ураганы бури ветра и так далее далее мы переходим ну когда все согласовано договор заключен мы переходим к согласованию нашего макета в органах архитектуры и градостроительства что для этого нужно если вы решите делать это самостоятельно то для начала вы обращаетесь в данный орган и заявлением о том что вот я хочу вот такой макет то есть макет соответственно вы себе забираете я хочу вот такой макет вот на таком-то здании и начинается процесс предварительного согласования вы подаете заявление заявочку такую там просто письменное заявление даже по моему документов никаких не надо кроме самого макета и описание тех задания как будет выполнена ваша вывеска и в течение практически 30 дней идет предварительное согласование вашей вывески которая заключает себя вам будут давать все рекомендации что вот здесь вот нужно поправить вот здесь вот по цвету вы не пройдете вот здесь вот размер не соответствует тому который положен на данном здании либо на данной улице либо вообще в нашем городе таких вывесок не делают и давайте подумаем в какую-то другую сторону и что-то другое с вами придумаем что еще важно вам непременно дадут все рекомендации после чего вы снова будете вынуждены обратиться в это рекламное агентство чтобы вам перерисовали ваш макет исправили по тем правкам которые вам уже предложили в данных органах то есть вам заново нужно затрачивать время на перерисовку отрисовку потом заново подавать на согласование в результате чего вам опять могут отказать поэтому лучше если согласование на себя возьмет все-таки компетентная компания как это происходит если все-таки согласовывает рекламное агентство это происходит следующим образом вам нужно будет также подписать заявление оформить макет соответственно готовит сама компания вам нужно будет предоставить им копии учредительных документов а также документы о праве собственности на помещение на котором вы хотите данную вывеску повесить соответственно передав все эти данные документы в компанию вы на какое-то время можете об этом забыть в течение 30 дней они согласовывают сами за вас подают все документы прозванивают торопят напоминают о себе так как вообще в принципе согласование вывески в органах архитектуры и градостроительства занимает не более 30 календарных дней и бывает что согласовывает намного раньше намного но не всегда торопится скажем так поэтому иной раз позвонить не забыть там через день через два через три раз в неделю прозванивать хуже не будет вот что еще по истечении данного срока вы получаете ну вернее компания получает согласование либо какие-то также отказ в согласовании и какие-то дополнительные требования после чего либо мы снова идем по второму кругу перерисовки и т.д. и т.п. либо мы приступаем к соответственно изготовлению нашей вывески ну тут процесс чисто технологический как бы много времени он не занимает в среднем это от десяти до двадцати рабочих дней не больше и следовательно далее мы переходим к монтажу либо мы просим компанию подождать если у нас там сроки немножко сместились да пораньше мы у нас вывеска готова а нам пока она не нужна ну рано допустим нам еще вешать ее либо просим подождать и похоронить на складе либо переходим к монтажу в течение одного максимум двух рабочих дней обычно монтаж этот происходит соответственно после чего мы получаем красивую вывеску мы получаем море внимания и радуемся красивой картинке на что еще хочу обратить ваше внимание ни в коем случае уже у нас были опыты вот у меня сравнительно недавно был опыт когда рекламная компания заключила договор в котором было прописано что после заключения договора производится оплата изготовление монтаж и только потом мы переходим к согласованию вывески то есть после монтажа мы делаем мы переходим к стадии которая должна происходить раньше это вообще ну недопустимо на мой взгляд и лучше так не рисковать ни в коем случае даже если будут убеждать что настаивать убеждать что уже там сто раз так делали никаких проблем никогда не возникало но тут лучше предостеречь себя от опять таки повторных трат потому что в случае если вывеску не согласуют но вряд ли они возьмут на себя ответственность о том что будут переделывать и перемонтировать вам новую вывеску а старую заберут и и за свой счет все сделаем и ничего от вас не потребуем но разумеется такого не будет разумеется ваша вывеска останется вам в подарок будет лежать где-то пылится либо там вы будете искать куда ее срочно перепродать не знаю там по буквам отдельно еще как-то ну в общем обязательно внимательно читайте все договора внимательно и ответственно подходите к выбору компании которая будет заниматься вашей вывеской и на этом наверное я закончу обращаю ваше внимание всем кто не успел к нам присоединиться и посмотреть наш прямой эфир обращаю ваше внимание он обязательно будет сохранен вы можете зайти в ленту нашего аккаунта нажать посмотреть если остались какие-то вопросы сейчас рассказала довольно скомканно то есть можно развить эту тему возможно я что-то упустила и не все рассказала если у вас есть какие-то вопросы разумеется вы можете писать в комментариях с вами обязательно свяжутся обязательно проконсультируют и дадут ответы на все ваши вопросы ну а сейчас прощаюсь с вами всего доброго до свидания так ты еще не подписался я тебя очень прошу подпишись прямо сейчас поставь комент колокольчик лайк и так далее ну и и Субтитры подогнал «Симон»